Из чего делают дома в Америке? Короче, там залежаешь и по прямой увидишь дорожку. Не знаю, видно вам или нет. Здесь небольшое помещение. Это достаточно эффективный способ, чтобы выращивать наркотики в домашних условиях и не быть пойманным с поличным. Можно воспользоваться случаем и передать маме привет? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 домов, то сколько человек с минимальным опытом может получить, заработать по Фориде? С минимальным это лучше не ехать. С минимальным это 9 долларов. В час? А в месяц сколько это получится? В месяц это 40 часов в неделю. А больше нельзя? Больше никто не будет платить тебе переработку. Это официально. Если официально, а если не официально? Ну, можешь по ночам работать. Неофициально некоторые заработали. Ну, реально, за месяц реально сколько заработать. Человек действительно хочет много работать, много денег заработать. Но у него, допустим, он там непрофессиональный строитель, у него опыт ограничен. Ну, его никто не возьмет на работу, если он не умеет ничего делать. Ну, хорошо, возьмут. Какие люди тут? Хорошо. Допустим, человека возьмут на первое время, он потренируется, получит опыт. Ну, с 9 долларов в час, наверное. Тренер. Потом 12, может. Обучение. Ну, тысячи три. Тысячи три. Можешь заработать? Две с половиной? Нет. Две с половиной можно. Ну, если все умеешь. Можешь. 160 часов. По 9 долларов. По 10 групп, говоря даже. Это тысяча за доллар. Ну да. Немного. Ясно. Ну, вот такие дела, как бы. Думайте. Хотите вы идти в этот бизнес? Лучше в Америку не приезжать совсем. Не думайте, что деньги растут на деревья в Америке. Это не так. Я никогда столько не работал, сколько в Америке работал. Без выходных. В месяц и два выходных только. От силы. А тут ты совмещаешь работу. Не, ну да. Это ирон. Да. Местами разрешают это делать. Можно и пить на работе. Вести хорошо. Ну да. Не у всех возможность такая, конечно. Короче, там залежаешь и по прямой увидишь дорожка ватовая. Промята там по прямой пойди. Что там внутри? С правой стороны. Свет не будет. Золото, блин. Увидишь. У тебя света нету в камере? Так. Света у нас нету. Мы попробуем. Так. Ой, бля. Как-то. Лезь, лезь, лезь. Не бойся. Там есть включатель. Вначале света будет. А так ломать. Как тут страшно. Не бойся. Главное ногу не сломать. Так. Мы сейчас отправляемся на чердак. Посмотрим, что там интересного. Так. 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 Мы сейчас находимся на чердаке дома. Который принадлежал очень обеспеченному американцу. В котором обнаружили некую потайную комнату. Которую мы сейчас с вами постараемся увидеть. Для этого я включу свет. Так. И мы пойдем в ту сторону. Если вы заметили, то крыша, каркас крыши состоит из деревянных балок, которые соединены между собой вот такими вот кусками металла. Значит, на них уже стелятся плоские пластины из ДСП и уже на них кладется облицовка. То есть, либо черепица, либо другой более дешевый материал. Здесь остались личные вещи от прошлых жильцов. В основном это какие-то книги, пластиковые игрушки, игрушки на Рождество и Новый год. Кажется здесь низко. Неудобно залазить. Видимо, этот дом строили низкорослые мексиканцы. Но поскольку балки поставлены очень низко, приходится либо через них перепрыгивать, либо пролезать под ними. А вот, собственно, там виднеется некая комната. Так, залезать в нее достаточно сложно. Здесь какой-то маленький дверной проем. Ну вот мы внутри. Не знаю, видно вам или нет. Здесь небольшое помещение. В этом доме, которое полностью облицовано тонким слоем металла. И так далее. И так далее. Так далее. Так. И так далее. Если честно, боюсь наступать, чтобы не провалить полы и не улететь на первый этаж. Продолжение следует... Значит, мы сейчас находимся внутри этой комнаты, которая находится на чердаке. Она полностью герметично закрыта вот такими металлическими листами. С той стороны есть вытяжка. Высота составляет примерно 1,90 м. То есть, я со своим ростом 1,85 м спокойно здесь могу стоять. Я не эксперт в области выращивания наркотиков, таких как марихуана, но по словам тех людей, которые этим делом занимаются, данная комната была создана именно с этой целью. Для выращивания марихуаны необходимы две основные вещи. Это создание высокой температуры, поскольку марихуана у нас всё-таки растение южное. А также ультрафиолетовый свет, который обеспечивается лампами высокой мощности. Полиция отслеживает подобных людей с помощью тепловизоров, которыми оснащаются вертолёты. Эти вертолёты летают в ночное время суток и отслеживают тепловую сигнатуру, которая может исходить от подобных домашних лабораторий, в которых использовано большое количество тепла и энергии. Чтобы с этим бороться, хозяева подобных сооружений обшивают стены металлом либо фольгой и ещё, помимо этого, используют специальный изоляционный материал, который у нас находится внутри. Подобная технология не позволяет теплу вырваться наружу, что делает подобную лабораторию незаметной для тепловизоров полиции. И поэтому, в общем-то, это достаточно эффективный способ, чтобы выращивать наркотики в домашних условиях и не быть пойманным с поличным.